Дуэт появляется на льду. Надежда Фроленкова и Михаил Касала, еще одни дебютанты, спортсмены родом из Харькова, 21 год и партнеру и партнерше, тренируются под руководством Галины Чуриловой. В отличие от многих других дуэтов, эти спортсмены участия в квалификации не принимали. Украина имеет высокий лейтинг. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завершается выступление украинского дуэта. Дебютировали на чемпионате Европы. И, кстати, сейчас пойдет заочное соревнование двух пар из этой страны. Хекин Кеннеди и Александр Шакалов пока занимают вторую строчку с суммой баллов 49,15 балла. Как-то будет в результате в случае с Надеждой Фроленковой и Михаилом Касала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас можно будет сравнивать их на чемпионате Европы. Лучшая пока сумма у Нелли Жиганшиной и Александра Гажей, дуэт, который представляет Германию, 57,82 балла. Но, собственно, среди участников первых трех групп вряд ли можно было предложить что-то иное. Именно же Ганшиной и Гажей являлись явными фаворитами среди первых 11 дуэтов. И пока они полностью подтверждают ожидания, оправдывают их. Что касается Фроленковой и Касалы, то буквально через несколько мгновений, ну, может быть, через несколько десятков секунд, мы с вами узнаем сумму баллов этого украинского дуэта. 49,15. Напомню, результат спортсменов, который сейчас находится на второй строчке. За отечественников Надежды и Михаила и у Изабеллы Тобиаса и Дэвида Состагнинаса 49 баллов ровно. Так что нужно набирать больше 49 для того, чтобы попасть в текущую тройку. Вряд ли, конечно, эта тройка станет призовой, но в любом случае ощутить себя среди лидеров всегда приятно, в особенности, когда ты являешься дебютантом. Может быть, в 21 год проще дебютировать, чем, к примеру, в столь молодом возрасте, как той же Елене Ильиных, которая именно поэтому и волнуется, что ей предстоит серьезные взрослые соревнования на международном уровне. Но, как бы то ни было, уже имеет опыт выступления и на российском этапе гран-при, где Ильных Целапов заняли третье место и были восторженно приняты публикой. Я помню, там от короткого танца зал практически пищал, а трибуны ревели от восторга и после произвольного, где еще, плюс ко всему, спортсмены и не ошибались. Так что не думаю, что здесь будет сложнее, а если и будет, то, может быть, только лишь на чуть-чуть. Вернемся к Надежде Фриньковой и Михаилу Гацалу. 47-73 их результат. Это хуже, чем у соотечественников, это хуже, чем у Тобио Состагненоса и в итоге пока это четвертый результат. Но, что интересно, по технической составляющей Фринькова-Касала обошли Кинг-Кеннеди и Александра Шакалова, а вот за компоненты другая украинская пара получила на 1,7 балла выше, и вторая оценка стала решающей в определении пока сильнейшего из двух украинских дуэтов. И мы продолжим в 4.07.